Делительное злоупотребление алкоголем неизбежно ведет к ухудшению здоровья и может привести к большим проблемам из закона. В прошедшем году жители республики совершили 3817 преступлений в состоянии опьянения. Какие последствия могут ждать любители горячительных напитков, в рубрике «Полиция сообщает» расскажет представитель МВД Виктория Марохина. Кражи, побои, хулиганство, езда на автомобиле в нетрезвом виде и даже убийство. Вот неполный список преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения. Пьяный человек может стать как агрессором, так и жертвой противоправного деяния. Но ни в том, ни в другом случае его не ждет ничего хорошего. Жительница Усинска пригласила к себе в гости знакомую для совместного отдыха. Девушки распивали спиртные напитки. В ходе застолья приятельница похитила банковскую карту хозяйки квартиры и удалилась. Через некоторое время потерпевшие начали приходить СМС-сообщения о списаниях. В общей сложности с ее счета было похищено почти 30 тысяч рублей. Таких случаев, к сожалению, встречается очень много. Злоупотребление алкоголем, тем более в ненадежной компании, зачастую влечет за собой различного рода преступления. Поэтому не нужно приводить домой мало знакомых, подозрительных людей, а также хвастаться своим финансовым положением и рассказывать, где дома лежат ценные вещи. Также ни в коем случае не стоит перебарщивать с гречительными напитками. Алкоголь и вождение несовместимы. Даже небольшая доза спиртного притупляет чувство опасности и ответственности. Более серьезные стадии опьянения приводят к потере концентрации, спутанности сознания, утрате контроля над собой. В таком состоянии водитель несет опасность для всех участников дорожного движения. В 2022 по вине нетрезвых водителей произошло 126 аварий, в которых 16 человек погибли и 175 получили травму. Вождение в состоянии опьянения в первый раз карается штрафом в 30 тысяч рублей, а также лишением права управления транспортным средством сроком от полутора до двух лет. Точно такое же наказание ждет водителя за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения. За повторное вождение в нетрезвом виде предусмотрен штраф от 200 до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы до 480 часов, либо принудительные работы до двух лет, либо лишение свободы до двух лет с лишением прав на три года. Многие в алкогольном угаре становятся агрессивными, и любое неосторожное слово может их спровоцировать. Для жителя Вуктыла совместное распитие спиртного со своим знакомым закончилось в больнице, а для его оппонента в отделе полиции. В ходе застолья между мужчинами возник конфликт. Один из них взял нож и ударил потерпевшего в ногу. Теперь вспыльчивому Вуктыльцу придется ответить перед законом. На каждого человека алкоголь действует по-разному. Одни под действием спиртного испытывают усталость, разбитость, сонливость и становятся легкими жертвами криминала. У других алкоголь усиливает нервозность, возбудимость, агрессивность, и это приводит их к преступлению. Важно помнить, состояние алкогольного опьянения не освобождает от уголовной ответственности, а наоборот может только ужесточить наказание.